60-летний Александр Байбак утверждает, что после проведения операции по стентированию артерии он лишился ноги. При этом медики частной клиники РЖД Медицина не согласны с предъявленными претензиями. Тем не менее районный и областной суд частично удовлетворили требования по возмещению морального вреда. А вот вышестоящая кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение. При этом выводы дополнительной судебной экспертизы крайне удивили сибирякам. Историю пенсионера Александра Байбака мы рассказывали в начале этого года. В феврале 2022 ему провели сосудистую операцию в частной клинике. 18 февраля пришел хирург и сказал, что все нормально, анализы хорошие, надо оплатить установку стенда. Я оплатил установку стенда. 19 операция, потом в реанимацию и 20 перевели в палату. Пришел тот же врач, который делал варикоза, нет, нет, делал УЗИ. Дал акт выполненных работ. Пациент с удивлением обнаружил, что стенд, который он оплатил накануне, ему так и не установили. При этом стоимость услуг почему-то стала выше. Сумма была не 130, а 190 тысяч. 130 было оплачено уже. Я, когда начал читать акт выполненных работ, понял, что стенды не установили. Я спросил, за что я должен вам оплачивать. И стал возмущаться, не стал подписывать акт, написал возражения письменные. Пациента поспешно выписали домой. А через месяц, по словам Александра, состояние его здоровья ухудшилось. В январе 2022 Александр Байбак обратился с иском в суд. Адресованным медикам. Пациент настаивал, что стал инвалидом из-за того, что ему оказали помощь не в том объеме, который был им оплачен. Он потребовал возмещения морального вреда в размере 2 миллионов рублей. Районный суд встал на сторону истца, но компенсацию существенно снизил. Решение устояло в апелляции, а вот касационная инстанция отменила вердикт и отправила дело на новое рассмотрение. Была назначена повторная экспертиза, так как первая якобы не внесла достаточной ясности в этот спор. А по той экспертизе там нету выписного эпикриза в деле, нету протокола операции, что невозможно установить экспертизы. Говорит, мы не можем установить достаточно проведенного вмешательства. Но я как понял, так как что стенды не установили, никто их не собирался устанавливать, судя по документам. Их даже не заказали на операцию. В этом случае, конечно, необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы, в том числе экспертизы качества оказания медицинской помощи. То есть первое, нарушение со стороны медицинских работников, которые проводили вот эти манипуляции протоколов, существующих, да, то есть определенного установленного порядка осуществления медицинских процедур, в том числе операций хирургических. Второе, значит, возникший вред здоровью. И третье, самое главное, наличие прямой связи между тем, что было нарушено, и возникновением вреда здоровью человека. В клинике РЖД медицина ситуацию комментировали сухо. Учитывая наличие прямого запрета на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, а также отсутствие окончательного решения суда, направить комментарии на вопросы, указанные в вашем запросе, в настоящее время не представляется возможным. Спустя полгода Санкт-Петербургское бюро судебно-медицинской экспертизы, наконец, прислало в Новосибирский суд новое заключение. В нем эксперты отметили, что медицинская помощь пациенту была оказана в полном объеме и в соответствии с нормативами. Изучив выводы экспертиз обоих, первый и второй, я просто пришел в недоумение. В первой экспертизе пишется, что из текста протокола операции невозможно установить достаточность проведенного вмешательства, так как в протоколе не указано то-то, то-то, то-то. Пришла вторая экспертиза, в ней указано, что выполнена география, окклюзии, проведена реканализация, что все это сделано. Я вот не пойму, как можно по одному протоколу, находящемуся в материалах дела, две разных экспертизы, два разных результата. Следующее судебное заседание по этому делу назначено на декабрь. Однако теперь лишившийся ноги сибиряк сильно сомневается в исходе спора с врачами. Я понимаю, что, как говорится, медики не признают свои ошибки, что такое, как говорится, понятие «рука руку моет», но не до такой же степени в голове не укладывается, как по одним документам, одним и тем же документам можно два разных вывода сделать. Продолжение следует...